Привет всем! Вот решил вечером попить какао с шоколадкой. Может ничего здорового, но по крайней мере вкусно и дофига энергии для восстановления сил. Вот и записать такой небольшой видос, поделиться своими мыслями. На этот раз я хочу поделиться своими мыслями по поводу некоторых таких вопросов, интересов. Во-первых, хочу сказать, что все лично мое субъективное мнение. Никому его не навязываю, ни к чему не призываю, как обычно. Ни на что не претендую. Просто, грубо говоря, бред силой кобылы. Мне просто так интересно стало. Я размышлял по поводу религии в то время. Ну, про левые религии там, в смысле про тех, которых я не понимаю, говорить не буду. Вот, блин, как бы не расчихаться. Непосредственно вообще про ту религию, которая наиболее близка ко мне. То есть, почему существует вот рай после смерти. То есть, вроде как, ты живешь, умираешь, и что-то хорошее с тобой происходит. Ну, хорошее, нехорошее, там, либо рай, либо ад, в зависимости от того, как ты жил. Вот. Конечно же, в какой-то степени это способ управления людьми, чтобы внушать им какие-то ценности, ограничивать их какими-то правилами, чтобы они, ну, грубо говоря, даже умирали легче. Там, шли на войну, зная, что попадут в рай, и умирали за религию, зная, без страха, зная, что их ждет свет в конце тоннеля. За то, чтобы они при жизни отказывались от каких-то благ, от чего-то еще. Или даже если не отказывались, если им приходилось переносить какие-то испытания, то они знали, что их ждет какое-то светлое вознаграждение за это в будущем, в другой жизни. Я подумал, почему, если Бог создал нас по своему образу и подобию, это даже вообще отбросим все мысли про то, что если Бога нет, если ада и рая тоже нет, если мы вот живем один раз и все. Эти все мысли, понятное дело, отбросим, потому что они сами по себе могут давать больший смысл жизни вот сейчас, в сию секунду, если ты знаешь, что это никогда не повторится, и этого у тебя никогда больше не будет. А если даже предположить, что реально Бог создал людей такими, какие они есть, Он же создал по своему образу и подобию, и все в этом мире, и планету, и системы солнечные, и даже расположение, температуру, все создал таким, чтобы было максимально хорошим и благоприятным для нас с вами, для нашего существования. Соответственно, здесь, вот уже сейчас, может быть и есть рай, и может быть и есть ад для кого-то. И ты сам выбираешь, наверное, свой путь и свое восприятие вот этого мира, который тебе дал, который весь создан для тебя. Мы владыки этого мира, грубо говоря, так, и одновременно с тем он может быть для нас адом в каких-то моментах. Ты можешь быть богачом, там жить круто, там все вокруг тебя будет, но какие-то душевные терзания, страдания, еще болезни, еще какие-то с близкими какие-то дела могут сделать эту жизнь адом. И одновременно с тем, там, индус какой-нибудь в какой-нибудь коробке живет, покусанный, зараженными комарами, он просыпается утром, голый в грязи, но радуется всему на свете, это его рай. И я думаю, мы сами можем в любой момент, наверное, выбирать, чем будет для нас эта жизнь. И может быть, потом есть ад, есть рай, есть какая-то другая жизнь, какое-то перерождение, еще что-то, но это лишь продолжение пути, пути, который сейчас идет, который сейчас уже определяет твое существование, и ты не готовишься к чему-то, а ты, готовясь к чему-то, уже живешь, уже находишься. Может быть, сложно это передать словами, но я хочу сказать, что есть жизнь после смерти, есть жизнь до смерти, и они равноценны. Лично, на мой взгляд, нельзя заменять одну другой, нельзя сейчас жить вопреки своей совести, может быть, каким-то еще, ну, грубо говоря, если тебе паршиво, несмотря на то, что тебе хорошо, то, значит, умирает, вроде как, наплевал, что попадешь там в ад и тому подобное. И наоборот, зачем терпеть ад здесь, готовя себя к раю потом, если Бог создал все это для того, чтобы и сейчас был рай, и потом был рай. Вот, в принципе, все, что как-то пришло мне в голову. Вот, если так вот разговаривать на такие теологические темы, сразу прошу прощения, если вдруг случайно, совершенно, случайно, нехотя, задел чьи-то религиозные чувства. Вот, на самом деле, просто выразил какие-то свои мысли, думаю, что вполне логично, вполне логично, даже если учитывать то, что Бог есть, и есть все вот эти вот измерения, то наверняка сейчас у нас, вокруг нас, наша жизнь, это и есть существование где-то между раем и адом. И мы сами выбираем, в какую сторону и где нам побывать, когда нам побывать. И даже в рамках, не знаю, одного туалета ты можешь побывать и там, и там. Все зависит от того, что у тебя в голове, от твоих мыслей, от твоего восприятия, от твоего сердца. Просто нужно жить. А еще, кстати, хотел сказать там, не помню кто, но постоянно умирают какие-то великие люди или невеликие люди. Вспомнить того же самого Курта Кобейна, например, ну, в основном, всяких музыкантов, там еще кого-то. Вот книжка «Последние кирпичи», которую я прочитал, тоже, в принципе, об этом. Часто можно подумать, что вот человек, ну, тот же горшок, он там во сколько, в 40 лет умер. А сколько тебе сейчас лет? Сколько тебе сейчас лет, и ты жил так же, как он? И пусть даже не ты, тебе вообще далек от этого. Но ты делал то, что ты хотел, ты занимаешься тем, что ты хочешь, то, что ты любишь. В любой момент какой-нибудь тромб может оторваться у тебя в голове или остановиться в сердце, или еще что-то случится. Твои глаза закроются, и больше ты не проснешься. И твоя жизнь, она же, она же всего одна, это твой рай. И если вот так задуматься, а делал ты то, что хотел, кто заставлял тебя терпеть и не брать то, что тебе хочется? Терпеть какие-то ограничения, терпеть какие-то обиды, унижения, может быть, еще что-то. Жизнь-то одна. Нафига это все нужно? Сейчас ты, ты должен делать то, что ты хочешь делать. А когда ты умрешь, ты попадешь в рай, если ты будешь жить так, как подсказывает тебе твое сердце, и делать то, что считаешь нужным делать, и думать то, что считаешь нужным, и получать от этого мира то, что считаешь нужным, получить. Все радости, все, все счастье его. И тогда ты попадешь в рай. А если ты будешь ограничивать себя, а если ты будешь как-то себя, там, не знаю, терпеть что-то. Терпеть то, как на тебе ездят, как наживаются на тебе, как тебя обманывают, как унижают тебя, как твои близкие, может быть, терпят какие-то унижения, там, еще. Если ты не будешь жить так, как Бог тебе велел жить и радоваться, все же создано для того, чтобы ты жил и радовался. Это твой путь. Тебе светит солнце, тебе горят звезды. Для тебя наступает ночь, чтобы ты мог выспаться. Для тебя растут цветы, чтобы они радовали твои глаза. Все для тебя. Живи и делай то, что ты хочешь делать. Ладно, задолбал, наверное, всех я уже с такими своими мыслями. Давайте всем пока, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всякую другую ерунду. Пишите свои комментарии. Ну, и пока. Пока. Пока.